Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр, и сегодня мы с вами продолжим проходить игру под названием Парк Юрского Игра... Игра! И, честно сказать, я до самого конца сомневался, стоит ли записывать игру ещё, потому что восприняли вы её, опять же, не особо хорошо, но, тем не менее, после того, как я выложил первый ролик по этой игре, меня многие стали упрекать в том, что я не продолжаю, и стали просить, в общем-то, продолжения. Давайте, ребят, сейчас с вами решим. Будем мы проходить эту игру или нет? Мне она кажется очень крутой, и я бы с радостью в неё поиграл подольше, потому что здесь есть динозавры, здесь есть бои динозавров, мы строим парк развлечений для динозавров, мы динозавров скрещиваем. В общем, возможностей действительно очень-очень много, и я бы хотел побольше времени проводить в этой игре. Ну, так как я снимаю для вас, и, в общем-то, решение выносить окончательное тоже вам. Но да ладно, давайте всё-таки приступать к игре. Я в прошлой серии смог пооткрывать уже несколько динозавров. У меня есть майунгозавр, это вот такой вот гигант. К тому же у меня есть улучшенный майунгозавр, у него появились какие-то непонятные шипы на голове. Потом у меня, естественно, есть трицератопс, у меня есть летающие динозавры, не помню, как они называются. Аланка вроде бы, да? Да, Аланка, довольно-таки мощные ребята, которые похожи, знаете, на кого? На пеликана. Ещё бы немного другой клюв, и был бы 100% пеликан. Такс, у нас ещё появился в конце прошлой серии вот этот непонятный лимоносцелис. Лимоносцелис. Он выглядит как просто разожравшаяся гигантская жаба. Не знаю, нужен он мне или нет. О, он вообще решил, короче, поваляться. Ну да ладно, валяйся, отдыхай. Хотя, знаете, давайте-ка его, наверное, немного раскормим, чтобы он стал у меня помощнее. Потому что сейчас я собираюсь пойти посражаться, битва мне доступна. Мне нужно своих товарищей подготовить. К тому же, водных... Оу, не хватает ещё одного динозавра. Если я точно такого же заполучу, тогда я смогу начать эволюцию. Пока, к сожалению, нет. А эволюция, это значит, что я скрещиваю двух динозавров. Зато у нас есть майонгозавры. И, походу, можно начать эволюцию. А-а-а, вот оно как. То есть, нужно скрестить ещё двух майонгозавров. Тогда я получу ещё одного вот такого, улучшенного майонгозавра. И смогу скрестить их опять. То есть, получится супер-пупер скрещенный динозавр. Но да ладно, давайте пока кормить вот этого товарища. У него довольно большой уровень уже. Требует он офигенно много еды. А еды мне не хватает. К сожалению, нужно больше построить штуковин для производства еды. Хотя, походу, в магазине эти здания не продаются. Бистро... Бистро на Мейн Стрит. Для этого нужны... Опачки! А-а-а! Это приносит мне деньги. Но пока так просто открыть я строение это не могу. Нужно, в общем-то, открывать карточку. На которую у меня не хватает очков доверия. И я понял. Так, что у нас ещё на рынке имеется? Давайте глянем. Служба безопасности приносит деньги. В общем, целая куча всего. Но пока мне оно недоступно. Нужно получить пятый уровень. А пятый уровень я получу, надеюсь, после битвы. Кстати, смотрите-ка. Я вывел ещё одного динозавру со себе. Вау! И кто же это у нас? Тропиогнат! Так он у нас уже есть, тропиогнат. У нас, да, два вида летающих динозавров. И нужно будет тропиогната своего скрестить. Так, ладно. Включаем. И что нужно для улучшения? Нужен пятый уровень. А эта штуковина приносит мне еду, за которую я, собственно говоря, и могу улучшать динозавров. Ладно, пошлите немного посражаемся. С аргентинозавром. Он, по идее, должен быть очень мощным. Но я его смогу победить. А система боёв здесь устроена по такому принципу, что камень, ножницы, бумага. Так, первый у нас травяной. Против травяного эффективен майунгозавр, хищник. А дальше у нас идёт водяной. Против водяного эффективные летающие. Кто у нас самый мощный? Ага, аланка у нас так себе тропиогнат неплохой. Ну, давайте используем тропиогната. Что ж, и можно, наверное, для закрепления успеха взять ещё одного майунгозавра. Потому что враги порой здесь очень сильные. И не так просто с ними получается сражаться. Аргентинозавр большой, но майунгозавр его разорвёт. Ну, что ж, для начала нанеси просто обычный удар. Посмотрим. И пам, хвостом! Ну, у тебя же есть гигантские челюсти, в которых давление в несколько, наверное, десятков тонн. Ты можешь просто перекусить ему шею, почему ты этого не сделал. Ну, да. Ты видишь, что происходит? Ты ударил его хвостом, а он ударил тебя хвостом в ответ. Динозавра заменять я не буду, просто добью его. Ха! Отлично. Отлично. И аргентинозавр погибает. Выпрыгивает. Это жаба. Лимнасцелис. У меня тоже такой товарищ есть, но я буду сейчас в бою использовать... А, он первый ходит, зараза. Я не хочу, чтобы майунгозавр погиб, поэтому вызываю трапиогната. Давай, мужичок. Ты с ним справиться должен хорошо. Будешь летать, бить, наносить удары, а он будет просто смотреть на тебя и страдать. Давай, сколько мы сможем снести? Пам! Крылом задел и почти полностью убил. Конечно, Лимнасцелис меня с первого удара завалить не сможет. Тут, возможно, он даже испугается и захочет удрать. Ну, да, да, да. Трапиогнат мой все-таки мощнее. Давайте нанесем максимальное количество урона. И... 94. Ха! Если бы я сразу мог так больно ударить, то ему настал бы конец. Но, тем не менее, все равно здорово, здорово. Продвигаемся. Отлично. Интересно, с кем мне получится сразиться в следующей битве? Аргентинозавр доступен мне! Оу, е! Оу, е! Да, давайте выводим, конечно, ускоряем. Наверняка он будет приносить много денег. И он достаточно должен быть сильным, если заниматься его эволюционированием. Давайте поместим его. Только вот куда? Наверное, рядом с водным товарищем, да. Им здесь будет хорошо и уютно. Хотя, Лимнасцелис, скорее всего, хищник. А это травоядный. Мне показалось, что Лимнасцелис травоядный. Я не знаю, кто он на самом-то деле. Но, да ладно, уровень я так и не получил. Надо выполнять задание. В чем причина задержки? Я же ясно дала понять, что строительство надо закончить к концу недели. Конечно, Клэр. Я свяжусь со строителями и сейчас же выделю им побольше людей. Проследите за этим лично. Я хочу, чтобы все было сделано вовремя. Расширьте территорию парка, и тогда вы получите опыт. Хе-хе. Да, я это сделаю. И, пожалуй, расширять ее буду именно вот здесь. Стоит это недорого. Отлично. Можно ускорить за бабки. И территория расширена. Задание выполнено. Опыт получен. Деньги. Замечательно. Что же нам в следующий раз скажут делать? Спасибо, вы меня выручили. Иногда Клэр уж требовательная. А, очень требовательная. Назовем это так. Да, ребят, поначалу у меня парк будет выглядеть немножко сумбурно, рандомно. Но, чтобы красиво устанавливать свои вольеры, территория должна быть расчищена действительно сильно. А пока такой возможности нет. Да. Следующее расчищение производится за бабосики. А может здесь где-то можно? За обычные золотые монеты? Нет. Они хотят 75 долларов. Лучше бы вы взяли мои золотые монеты. Но да ладно. Следующее задание. Здорово, чувак. Посмотрите на динозавров. Они тощие. Это не дело. Надо их дрессировать и делать сильнее, знаете ли. Пойдемте научу, как это делается. Я уже умею. Смотрите, а задание-то выполнено. Ха. Сразу получаю халявный опыт. Замечательно. Собираем, естественно. И ДНК. Потрясающе. Видали? Динозавр уже стал быстрее и сильнее. Но я сделал это раньше, чем ты меня попросил об этом. Лошара. Ладно, давайте еще раз выполним задание. Хочу уже до пятого уровня добраться, и тогда у меня появится много новых возможностей. Я уверен, что некоторые динозавры будут приносить больше денег, чем прочие, благодаря одному лишь внешнему виду. Но, естественно, на красивых, злобных динозавров намного приятнее смотреть, которые внушают ужас. Я про этих динозавров говорю. Похоже, что так. Нам нужно это использовать, особенно если динозавр уникальный для нашего парка. Соберитесь динозавров в 250 монет. Окей. 31, 40, эм, 3, 1. Ну да, не густо, не густо, не густо. Придется ждать. Так, ну и сколько я уже собрал? 81 монету. Придется действительно подождать подольше. Что у меня там с едой? Ага, собрал еду. Что это такое? Оп. И можно снова включать. Поехали. Оу. Оу. Можно сразу на 15 минут включать. Почему я не делал этого раньше? Я не знаю. Так, еду я буду использовать для того, чтобы своих товарищей кормить. И давайте, наверное, в первую очередь накормим нашего аргентинозавра. Либо нет. Я хочу аланку прокачать. Да, их можно будет скрестить, но для этого нужно докачать до 10 уровня. Давайте раскормим аланку. Она станет сильнее. И требуется больше еды. Еды у меня пока нет. Придется экономить. Но плевать, зато я могу пойти посражаться. Аааа. Требуется новый уровень для следующего сражения. И там будет опять какой-то длинно шеи. Что ж, придется немного подождать. Пособирать деньги. Начать эволюцию тоже нельзя. Еды у меня нету. Сколько денег уже? 19. 7. 1. 1. Нисколько вообще. Давайте, ребят, я нажму на паузу и подожду, пока появятся деньги. Ну вот, ребята. Необходимую сумму с динозавров я уже практически собрал. Осталось буквально чуть-чуть. А пока я хочу напомнить вам, что у меня основная цель. Я совсем про это забыл. Создать вот этого уникального динозавра. Но чтобы его сделать, нужно скрестить аланку и майонгозавра с сороковых уровней. Для этого потребуется очень много еды, очень много времени. Но, тем не менее, получится какой-то странный гибрид, которого, по идее, не было в истории. И это основная фишка игры, что здесь можно реально создавать суперкрутых динозавров. Так, смотрите-ка. Ага. Все здесь покупается. Ну, пока можно, к сожалению... К счастью, к сожалению. Почему, к сожалению, к счастью, обходиться без всех этих вещей. Ну что ж, давайте соберем деньги. По идее, должно хватать. И задание выполнено. Замечательно. Тысячу опыта я получаю. Получаю пятый уровень. И можно переходить к новым битвам, к новым улучшениям. Схема работает. Динозавр явно себя окупит. Выгодное вложение. Ну да, об этом я и говорил. Это все очень хорошо. Все очень круто. И опачки. Опачки. Много чего появляется. И уровень схватки номер пять. Замечательно. Плюс халявная еда. Для меня это очень важно. Халявная ДНК. Еще еда. И халявный лимносцелис. Здорово. Почему бы и нет? Плюс очки доверия. Я не знаю пока, сколько мне их нужно добыть. Это брать я не буду. Да, я хочу отказаться. Нет, спасибо. Так, хорошо. Давайте, наверное, пока здесь у меня ничего не происходит, выведем очередного лимносцелиса. Это на халяву, поэтому пускай выводится. Десять минут для этого потребуется. Хорошо. И главное, что я хочу сделать, это улучшить вот эту штуковину. Для этого требуется... Три тысячи, конечно. Конечно, мне надо новое производство. Улучшаем. И замечательно. Для следующего улучшения что нужно? Стоп. А что это значит? Значит... А-а-а-а... Вот оно как. Я понял, что десятый уровень. Хорошо. Ладно, включаем, пускай денежка добывается. Точнее, еда. Ну, еда и деньги здесь примерно одно и то же, по сути-то. Окей. Хорошо. Давайте посмотрим на здание, которое у меня появилось. Появилась кофейня Боб Джунгли. Я не знаю, нужна ли мне она сейчас или нет. Ну, давайте Купим Так, улучшение О, надо бы фонтан улучшить, точно Стоп Стоп, немного не понимаю, как он работает То есть, обычный фонтан улучшить нельзя Можно поставить рядом еще один И тогда бонус будет больше, да? Так это работает Ну, это странно на самом деле, друзья Хорошо, переходим дальше Все-таки буду строить эту кофейню бот-джунглей Поставлю я ее где-нибудь Где-нибудь, наверное, вот здесь Места у меня здесь немного, новый вольер не влезет Поэтому пускай стоит кофейня И приносит мне дополнительные деньги Почему бы и нет? А мы отправляемся на новую битву Хотя, прежде я потрачу еду на улучшение своей аланки Которую я уже начал улучшать Поехали Еды у меня очень много, до 10 уровня, думаю, смогу ее докачать Такс и такс Теперь докачаем до 10 уровня вторую аланку И тогда можно будет эволюционировать Мы выведем новый вид Будет здорово, друзья, я надеюсь Такс, давай, хватит мне, не хватит еды? Наверное, не хватит все-таки Да, еды не хватает Но ничего, думаю, пока я сражаюсь Вот эта штуковина принесет мне еды побольше И, в общем-то, мы сможем улучшить сегодня аланку А пока в бой В бой с диплодоком Да, так Как долго я этого ждал? Вы посмотрите на этого гиганта Черт побери, а че ж он такой злой? Я, я, вероятно, не смогу его сейчас одолеть Серьезно? Я, конечно, попробую Но могу взять в бой только трех динозавров Он травоядный Значит, мне потребуется Три хищника Окей, возьмем одного прокачанного у моего Унгозавра И двух вот таких вот Попроще Больше хищников у меня нету, к сожалению, да? Да Ну, попробуем, попробуем Чисто за счет того, что мы хищники По идее, мы можем диплодока убить А он здесь красавец Посмотрите Как будто тигра скрестили с динозавром Что ж, наношу первый удар Сколько я сниму тебе здоровья? Надеюсь, с одной тычки ты меня, диплодок, не убьешь Если ты не убьешь меня с одного удара Это будет очень-очень-очень здорово Хотя, наверное, первым в бой стоило выставлять Не прокачанного моюнгозавра А моюнгозавра попроще Такс, ты заблокировал урон, да? Я так понимаю Копишь энергию Хорошо, я тогда использую другого моюнгозавра А тот пускай пока отдыхает Будем собирать очки Ах, жаль только одно очко Видимо, я до сих пор не особо понимаю систему боев здесь Но да ладно Пускай пока сражается этот малыш Ну не умри, только с одного удара О, да, зря я, наверное, нападал Но зато я могу три тычки нанести Ха, улучшенным, давай Моюнгозавр, не подведи Бах, 126 Главное сейчас с одного удара не погибнуть Если я не погибну, друзья Эта победа мы диплодока забьем Но походу погибну 162 Ух, да уж, да уж Аааа Я лимнасцелиса взял А не моюнгозавра Черт Странно Ну, убить диплодока вряд ли получится, конечно Но я попробую Не пробью, да Не пробью, друзья Не пробью 115 всего лишь Чуть-чуть не хватило до победы Чуть-чуть Все, теперь я знаю, как нужно сражаться Друзья Больше такой оплошности я не допущу Мы этого диплодока так или иначе заполучить должны Слишком уж он красивый Он должен находиться у меня в парке По любасу просто Просто по любасу Так, действия в схватке Да, я примерно знаю, как тут драться Поэтому можете мне не объяснять Пока Да, пошлите сражаться еще раз Че Ааа, им нужно отдохнуть, друзья Нужно маленько отдохнуть Ну, пускай отдыхают Пока соберем то, что мы можем собрать И еду Эх, была бы у меня еще Аланка прокачанная Возможно, она бы помогла Вместо Лимна Сцелеса Но, к сожалению, что-то как-то не пошло у меня Прокачка Аланки Все, всю еду я потратил И на этом, думаю, друзья Можно остановиться Продолжим мы с вами в следующий раз Если, естественно, вы захотите увидеть продолжение этой игры Ну, а с вами был Перпетум или же Александр Большое спасибо за внимание За просмотр До новых встреч Всем удачи Всем пока Пока